В акции «Экологический десант» в этом году приняли участие 500 студентов. Им выдали все необходимое – перчатки, мешки, инвентарь. Несмотря на ранний сбор и близость экзаменов, студенты бодры и позитивны. Я считаю, что все-таки нужно проводить такие мероприятия, то есть субботники, потому что мы помогаем, сохраняем, пытаемся, по крайней мере, сохранить чистоту города. Когда студент один-два раза вот так поубирается, за другими мусор в мешки поскладывает, я думаю, у него пропадает и желание мусорить, и хочется, чтобы город был чистым. И поэтому наши ребята, конечно, за чистоту, за чистую читу. Студенты, определив фронт работ, действовали слаженно и без промедлений. А чтобы уборка не была скучной и утомительной, многие включали свою любимую музыку. Мы принимаем участие в различных мероприятиях, и всегда у нас просто дружный коллектив, то есть один за всех, как говорится, и все за одного. Мы всегда друг друга поддерживаем, уважаем. Я люблю посещать такие мероприятия, потому что это действительно какое-то общение, живое общение. У нас с собой колоночка, нам так веселее, мы даже подтанцовываем. Студентам медицинской академии достался один из самых замусоренных участков. Со стороны кажется, что собрать все полиэтиленовые пакеты, бутылки – задача невыполнимая. Но студенты не теряют надежды. К акции присоединились и волонтерский отряд «Буян». Ну, я считаю, это очень хорошая акция, потому что убираться, правда, нужно. Эти несанкционированные свалки, этот мусор, который лежит по обочинам дорог, ничего красивого не представляет. Расскажите, а что нам можно сделать именно горожанам, чтобы наш город был чистый и красивый? Мне кажется, нужно начать с маленьких детей. Обычно все начинают с маленьких, закладывая воспитание, именно эти привычки. Привычки дойти до мусорки и что-то выбросить, не выбросить не по дороге, а до мусорки оставить в машине этот мусор и выбросить дома, а не выбрасывать по обочине дорог, в принципе, где мы сейчас убираемся на обочине дорог, потому что все слетается сюда, и, пожалуйста, вот они свалки. Начинать нужно с маленьких поколений. Если взрослых уже не изменить, начинать нужно с маленьких. Мы убрали такую большую территорию и хотим сказать людям, чтобы также принимали активное участие в таких мероприятиях, чтобы относились с уважением к другим, ну, к человеческому труду. После активной работы хочется подкрепиться. И тут очень кстати сухой паёк. А итог проделанной работы – это чистый обочинный дорог и прилегающие территории накануне Дня города. Анна Гладышева, Андрей Шаронов. Время новостей.